Hello folks, Владимир, your tour guide in Los Angeles and in the English language sometimes. Решил прогуляться по местному neighborhood, так сказать. Есть такая традиция в Америке устраивать разного рода фестиваля. Вот, например, Music Jazz Festival. Тут так и написано. Three nights of music, family and fun, jazz, written blues, zideco, salsa, gospel. Gospel is a really cool thing, you know, if you live in like a black area, you have to go to the local churches, that will be really, really cool to come in. First of all, the preacher itself, or yourself, is really cool. Then after two hours of this preaching, they started to sing those gospels, you know, like that. Jesus, I love you so much, Jesus, hello, hello, and then move and move and move. Короче, будет возможность пойти на госпел, обязательно сходите. Особенно, если кто живет в афроамериканской части города Food Trucks. Ну, что мы теперь едем поесть? Latin music, funk, kids activities, artisan goods, area restaurants, when, friday, saturday, sunday. Сегодня у нас чей-этверк, labor day weekend. То есть, уважаемые друзья, my dear friends, as you know, America is a very extraordinary, exclusive and particular country with their own measurements, like miles per hour, Fahrenheit, inches, это вот doom, inches. And labor day, день труда, вовсе не первого мая, как многим могут подумать, а пятого. А первый понедельник сентября, в данном случае второго числа будет. Это вот такой neighborhood, это достаточно старый, it's a very old neighborhood, it's about 100, yeah, probably about 100 years old, in 1920s, on the heydays in Los Angeles, when everybody can drive their own car, and the bus driver probably can live in this kind of houses, and the wife never been working at all, taking care of their families. Three or five kids and a swimming pool, also was just behind the house, and probably a dog and a couple of cars, and every Sunday we were thinking about going somewhere to Yosemite Park or San Francisco or San Diego. Вот такая сцена, вся эта area, area это район, вполне достойная, я вам скажу, историческая, тут сейчас разное население проживает, конечно, я имею в виду по происхождению и афроамериканцы, и латиноцы, и белые, и евреи, и кого-то только-только нет, но есть такое понятие, как neighborhood, это община, то есть те люди, которым не безразлично, а в основном есть такие люди, которым не безразлично, где будут их дети жить в будущем, хотя для американцев не относятся, они могут закрыть, например, улицу, что они сделали, вот там вот закрыли, тут вот поставили стулья, будет такой маленький, не знаю, зрительный зал, прям на дороге устроен, вот стоят стулья, здесь вот такой домик, наверное, Farm Eggs Sold Here, Look at That, Farm Eggs Sold Here, Donuts Chicken Farm, может быть, они и продают здесь яйца, действительно, и кому не лень, в общем, сюда приедут, машину где-нибудь оставят, приедут на Uber или пешком придут, и тут будет такой гайгу, я, наверное, не смогу это показать, хотя, не знаю, если я тут буду в пятницу, мы же тургиды, мы же не знаем, где мы находимся в следующие пять минут, то есть у прапорщика работа была такая, он, отдавая один приказ, понимал, что через три секунды будет другой приказ, полностью противоположный первому, и как эти люди доживали вообще до 45 лет, я понятия не имею, кстати, у прапорщика была самая низкая продолжительность жизни в Советском Союзе, а после них, наверное, только шли там шахтеры и сварщики, ну, то есть тяжелая профессия, натуральная. All right, so, сварщик в английском будет welder, welder and miners, сварщики и шахтеры. Вот они стоят, эти A stands, ну, видите, как буква A, если ее разложить, она прям такая вот будет, как буква A, так они называются A stands, это вот они закрыли, so they have closed the road. Вы можете сказать they closed the road, а можете сказать they have closed the road. Самая большая проблема для изучающих английский язык, особенно в Америке, это практически полное отсутствие совершенного времени. Например, я сходил в магазин или я ходил в магазин, практически ничем не отличается. Вот тут у нас написано tow away, temporary, no stopping anytime, Wednesday through Monday. И дальше написано to recover impounded vehicles, очень редкое слово impounded, вообще-то могли бы написать towed away, то есть найти свой автомобиль, можно позвонивши по телефону 311, property city of Los Angeles. Собственность города Лос-Анджелеса. Оттуда и церковь, вообще на местных церквях очень редко бывают кресты, но вот на этой евангелистской церкви какой-то крест вот висит. Сами протестанты и все евангелистские церкви понимают, что крест должен быть в душе, внутри, и Бог тоже должен быть внутри, и им священники в принципе не нужны. Единственное, что священник немножко больше читал, немножко больше знает. Суды причуешь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok